Тема урока. Гласные в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. На данном уроке мы изучим правила постановки гласных перед суффиксами страдательных причастий прошедшего времени. Давайте вспомним, каким образом образуются страдательные причастия прошедшего времени. Формы страдательных причастий прошедшего времени образуются от основы неопределенной формы глагола при помощи суффиксов «ен-йон», «две-н» и «т». Следует запомнить, что суффикс «ен-йон» используется для образования страдательных причастий прошедшего времени от глаголов, основа которых заканчивается на согласный и «и». Например, «привести», «привезенный». Причем гласное «и» в основе глагола, которое выступает в качестве суффикса, при образовании причастия опускается. Например, «скосить», «скошенный». Перед суффиксом удвоенная «н» остается та гласная, которая была в основе глагола. Перед суффиксом «т» сохраняется та же гласная, которая была в основе глагола неопределенной формы. Например, «мыть», «мытый», «бить», «битый». Постановка гласных в суффиксах страдательных причастий зависит также от правильного соотношения причастия и глагола, от которого образовано причастие. Обратимся к примерам. Выметанная петля, выметенный ссор. Применяя правило, рассуждаем следующим образом. Выметанная петля. Перед нами страдательное причастие прошедшего времени, образованное от глагола «выметать». Основа данного глагола оканчивается на гласную «а», которая сохраняется перед суффиксом страдательного причастия прошедшего времени, удвоенная «н». Следовательно, в данном причастии необходимо поставить гласную «а». «выметанная петля». Выметенный ссор. Перед нами страдательное причастие прошедшего времени, образованное от глагола «вымести», основа которого оканчивается на «согласный». Соответственно, к основе глагола прибавляется суффикс «ен». Выметенный ссор. Замешанное тесто. Замешанное в преступлении. Замешанное тесто. Страдательное причастие прошедшего времени, образовано от глагола «замесить», основа которого оканчивается на «и». Следовательно, в данном причастии необходимо поставить гласную «е». Замешанное. Замешанный в преступлении. Страдательное причастие прошедшего времени, образовано от глагола «замешать», основа которого оканчивается на «а». Соответственно, в данном причастии необходимо поставить гласную «а». Замешанный в преступлении. Выкачанный велосипед – страдательное причастие прошедшего времени, образовано от глагола «выкатить», основа которого оканчивается на «и». Следовательно, в данном причастии необходимо поставить гласную «е». Выкачанный велосипед. Выкачанная нефть – страдательное причастие прошедшего времени, образовано от глагола «выкачать», основа которого оканчивается на «а». Соответственно, в данном причастии необходимо поставить гласную «а» – выкачанная нефть. Таким образом, рассмотрев правила постановки гласных перед суффиксами страдательных причастий прошедшего времени, приходим к выводу, что перед суффиксами удвоенное «н» и «т» сохраняются гласные, которые находились в основе глагола неопределенной формы, а суффикс «ен» – «ен» присоединяется к основе глагола, оканчивающейся на согласный и «и». Причем гласное «и» при образовании причастия опускается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...